Борьба с договорными матчами в отечественном футболе уже не один год напоминает борьбу с ветряными мельницами. В поединках за чистоту футбольных нравов ни одно копье сломали журналисты. На форумах болельщики бьют в колокола, обращая внимание общественности на неспортивный характер того или иного футбольного матча. Не остаются в стороне и букмекеры, для которых так называемые договорники несут большую угрозу для бизнеса. Букмекер это такая вещь, когда он прогнозируемый результат выставляет и играет, по сути дела, своими деньгами и играет с теми людьми, кто ставку делает. Если сегодня этот человек, который делает ставку, нечестен или заранее знает результат, букмекер проиграет, он потеряет. И потому они порой котировки опускают, уходят, когда они чувствуют, что не тут. Рассказать о кухне договорных матчей мы попросили одного из футбольных аналитиков букмекерской конторы «Марафон». Во-первых, обмениваются победами. Это раз. Сейчас это очень выгодно по сравнению с предыдущими чемпионатами, которые были 10-20 лет назад, 15-20 лет назад, потому что сейчас за победу дают 3 очка. Поэтому команда, которая обменивается победой, уже гарантированно имеет 3 очка. Во-вторых, вероятно, идет подкуп судей. Возможен подкуп, конечно, отдельных игроков, когда ни руководство вроде бы клуба, ни остальные игроки не в курсе. И он делает там рисающие. Или пропускает легкий гул, или вот падает перед нападающим, открывает пути ворота. Борьбой со странными матчами в последнее время озаботились и международные футбольные организации, видящие в букмекерах своих союзников. УЕФА рекомендует и в каждых странах, которые являются членами УЕФА, национальным ассоциациям вступить в договорные отношения с букмекерскими крупными конторами. И целью этих соглашений станет выявление совместно, выявление потенциально договорных матчей. То есть по характеру ставок, по характеру непосредственно тем, кто делает эти ставки, можно понять, есть ли подозрения, указывающие на то, что матч может быть договорным. Российский футбольный союз заключил соответствующий договор о сотрудничестве с Национальной ассоциацией букмекеров. Разрабатывается программа, которая позволит работать Национальной ассоциацией букмекеров с Российским футбольным союзом. Я думаю, к началу следующего сезона она будет работать и приносить свои плоды. Руководители футбола и мы, букмекеры, все усилия будем прилагать, чтобы таких матчей было как можно меньше. И чтобы люди ходили на футбольные поля не смотреть спектакли, а смотреть настоящий футбол. Я думаю, у России на это есть все возможности. Надо бороться. Все хотят видеть честный футбол, все хотят видеть борьбу до самого последнего тура. Как считают букмекеры, пока не побеждена коррупция в стране, непременно будут появляться и договорные матчи. Однако бороться с этой заразой необходимо, не дожидаясь прихода светлого будущего.